Здравствуйте! С вами фотохудожник и журналист Игорь Ермолаев. Я продолжаю фоторассказы об интересных местах планеты. Венгрия одна из немногих стран, где можно отлично отдохнуть в любое время года. Даже солнечных дней здесь больше всего в Европе. Но лишь один город известен во всем мире как жемчужина Дуная. Это Будапешт. На географических картах мира Будапешт появился в 1873 году, когда три города Будда, Обуда и Пешт объединились в один. И вообще на нынешней территории Венгрии люди жили уже 2000 лет назад. Тогда здесь были кельтские племена, в первом веке их сменили римляне. Государством Венгрия стало в 1896 году. Этим богатым прошлым и объясняется сегодняшний облик Будапешта, в котором мирно уживается история, наши дни и будущее. Здесь есть даже римские амфитеатры, которым более 2000 лет. Столица Венгрии предлагает гостям 237 памятников искусства, 223 музея и художественных галерей, 35 театров, 90 кинотеатров и 2 оперных театра. Живописно раскинувшаяся на холмистой местности правого берега Дуная Будда богата памятниками старины. А расположенный на противоположном берегу Пешт, красочные витрины которого отражают самые современные направления моды, часто сравнивают с Парижем. Строителям и архитекторам удалось с большим вкусом совместить современные здания и старинные ансамбли города. В Будде, недалеко от Цепного моста, находится один из грандиознейших сооружений города – Королевский дворец. Советую осмотреть храм Матеша, получивший название в честь короля Матеша, дважды венчавшегося тут. Готические башни собора украшают каменные кружева, а сам он больше похож на чудесную каменную ракету из средневековья. Мое любимое место как фотохудожника – колоритный рыбацкий бастион с семью башнями, похожей на сказочную крепость. Отсюда открывается прекрасный вид на Дунай и Будапешт. В средние века неподалеку находился рыбный рынок. Неудивительно, что рыбаки и обеспечивали защиту этой части крепостной стены, поэтому бастион и назван был в их честь. Пешт славится одним из красивейших зданий в Европе, венгерским парламентом, самым большим на континенте, лишь на метр ниже британского. Высота здания, который построен в 1885-1902 году архитектором Имре Штейндлем – 96 метров, длина 268 метров, ширина 118. Его постройка блестяще отметила тысячелетие в Венгрии, тогда могущественной Австро-Венгрии, во главе с небезызвестным императором Францем Иосифом. Здание особенно прекрасно, когда отражается в волнах Дуная. Базилика Святого Иштвана – крупнейшая церковь города, высота купола 96 метров, с самым большим колоколом в стране. Здесь хранится самая священная реликвия Венгерской католической церкви – Святая Десница, мощи правой руки Святого Иштвана. Внутреннее убранство храма можно сравнить только с великолепием Собора Святого Петра в Ватикане. К сожалению, любая фото-видеосъемка запрещена. Одной из достопримечательностей столицы является неожиданно яркая синагога на улице Дохань – самая большая в Европе. Здесь часто проводятся концерты. Но самое уникальное в Венгрии – это огромное количество целебных термальных источников. Около полумиллиона кубометров термальной воды в сутки выбрасывает на поверхность подземное Венгерское море. Воду пьют, в воде купаются, лечебные бани, богатство и гордость страны. Еще римляне начали устраивать лечебные купальни при горячих источниках. Разваленный купалин Аквиум можно увидеть и сегодня. Традиции выхаживания раненых целебными водами в эпоху крестовых походов продолжили рыцари-госпитальеры Ордена Святого Иоанна. В 1178 году они построили на территории теперешнего Будапешта две водолечебницы у источников и сегодня питающих термальные бассейны купалин Лукач и Часар. На острове Маргит они же построили первый в Европе лепрозорий, потому что серные воды местных горячих источников помогали в лечении проказы. Любили местные купальни и турки во времена османского владычества. Конец 13 века можно считать временем зарождения бальнеологии, как нового направления в науке оздоровления. В это время поиски их термальных вод уже шли полномерно, на научной основе. Возле открытых источников строились термальные гостиницы, которые впоследствии превратились в лечебные комплексы. Разведано множество горячих источников с температурой от 25 до 80 градусов. Примерно 80% подземной территории Венгрии занимают термальные воды с температурой выше 300 градусов. В оздоровительных и лечебных целях используется 1289 термальных источников. Около трети из них находятся в населенных пунктах, включая столицу. Венграм действительно очень повезло с водами. Будапешт – единственный в мире мегаполис, имеющий более 80 источников и 118 искусственных скважин с температурой воды от 21 до 76 градусов. 70 миллионов литров лечебной воды ежедневно к услугам гостей венгерской столицы. Благодаря этому здесь функционируют питаемые лечебной водой бани, купальни, бассейны, в том числе открытые, с пляжами, общее количество которых 24, из них 10 имеют статус водолечебниц. Здесь успешно лечатся широкий спектр болезней опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов дыхания, пищеварительного тракта, кожные заболевания. В эпоху Ренессанса, когда Венгрии правил король-просветитель Матьяш Корвин, термальные источники Будды были королевской собственностью. Надо сказать, что стоимость посещения элитных купалин и лечения в них достаточно по-королевски дороги и сейчас, от 15-20 евро и выше. Обычный двухнедельный курс лечения с полным пансионом обойдется минимум в 700 евро. Разумеется, есть отличные купальни с более демократичными ценами. Весьма рекомендую любимую нашими туристами лечебную купальню Сечени, находящуюся в центре Будапешта, рядом с зоопарком и парком аттракционов. Ее построили в 1913 году в стиле нео-барокко и недавно капитально отреставрировали. Со своими 15 бассейнами, открытыми и крытыми, банями, сауной она входит в число крупнейших купальных комплексов в Европе. На одной из них скважин подается самая горячая в столице вода, температурой 77 градусов. Разумеется, она охлаждается. На входе висят таблицы с химическим составом разных вод и списком болезней, от которых они помогают. Здесь же можно купить билет на час, абонемент на неделю или на месяц. Всюду царит чистота, грандиозные коринфские колонны спускаются прямо в бассейны с теплой водой, ходят люди, завернутые в белые простыни. В общем, чувствуешь себя, как патриции в Древнем Риме. И еще насчет цен. Несмотря на вхождение в Евросоюз, Венгрия старается держать невысокие цены на все. Еду, одежду, знаменитые токайские вина, билеты в музеи, кафе, рестораны. К этому добавим общую границу и традиционно дружеские отношения между Венгрией и Украиной, гостеприимство и доброжелательность простых венгров. Многие надежные турфирмы предлагают 4-5 дневные туры за 100 евро с жильем и завтраками. Рекомендую этот способ, хотя путешествуя самостоятельно, можно сделать свои собственные открытия. Приличному путешественнику помогут везде и всегда, а эта страна кажется просто создана для прекрасного отдыха и удовольствий. Смотрите в следующие выходные очередной фильм из серии «Путешествия с Игорем Ермолаевым». Также мои авторские видео и фотофильмы можно увидеть в YouTube на страничке НИЗ-ТВ. Всего доброго!